ЗАПОРОЖСТАЛЬ Здравствуйте! На канале ТВ5 Время новостей в студии Елена Зайцева. На металлургическом комбинате «Запорожсталь» прошли рабочие митинги, посвященные 81-й годовщине предприятия. Накануне профессионального праздника в Запорожской облгосадминистрации поздравили работников телевидения, радио и связи. Во время проведения земляных работ в пригороде Бердянска обнаружено средневековое захоронение. Украинская армия способна защитить границы государства. Никаких причин для паники нет. Об этом заявил президент Петр Порошенко на совещании с руководителями силовых ведомств. Глава государства заверил, что за последние два месяца были предприняты серьезные шаги по подготовке вооруженных сил и других силовых ведомств. И если ситуация будет развиваться вопреки Минским соглашениям, то силовики дадут достойный отпор агрессору. При этом Порошенко подчеркнул, что Украина всегда отстаивала позицию мирного урегулирования ситуации на Донбассе и прилагает максимум усилий для того, чтобы не допустить эскалации ситуации. Оппозиционный блок обратился к президенту Украины с требованием восстановить законность на 38-м округе в Новомосковске Днепропетровской области, где накануне замгубернатора Днепропетровской области Геннадий Корбан с вооруженными людьми ворвался в окружную избирательную комиссию. Во время штурма была избита съемочная группа журналистов, разбита камера. Также боевики скрутили и унесли в неизвестном направлении главу окружной избирательной комиссии Павла Телехова. Это уже не первая силовая попытка не допустить пересчета голосов. Вчера около 16.00 на территорию окружной комиссии ворвался человек, который угрожал оружием членам окружкома и присутствующим журналистам и обещал прислать отряд правого сектора. По мнению оппозиционного блока в 38 округе преступная группировка с помощью рейдерских схем через суды предпринимает любые действия, чтобы отменить победу кандидата в народные депутаты Вадима Нестеренко, набравшего более 31% голосов и значительно опередившего своего оппонента Александра Кузьмука, который набрал более 12%. Представители Кузьмука добились пересчета голосов по 123 участкам из 136, на которых выиграл Нестеренко. Оппозиционный блок требует остановить беспредел, наказать виновных и обеспечить законность проведения пересчета бюллетеней. 16 ноября исполнится 81 год с начала работы металлургического комбината «Запорожсталь». В этот день, в 1933 году, была задата первая дом на «Запорожстале» и комбинат дал стране первые тонны чугуна. В канун годовщины ввода в эксплуатацию предприятия на «Запорожстале» прошли рабочие митинги. Подробности у нашего корреспондента Павла Васильева. Металлургический комбинат «Запорожсталь» сегодня – это динамично развивающееся предприятие. Как и в самом начале работы, в эти дни на комбинате не прекращаются стройки, возводятся новые объекты, кипит работа на реконструируемых агрегатах. Один из митингов, посвященных 81-й годовщине предприятия, прошел на строительной площадке перед доминой печью номер 4. Ее модернизация – один из самых масштабных проектов, реализуемых на комбинате. Инвестиции – более 600 миллионов гривен. Сейчас здесь уже начались пусконаладочные работы. Работали реально сотни, а даже больше тысячи человек. И сегодня я хочу в первую очередь каждому из вас сказать огромное спасибо. За те бессонные ночи, за тот тяжелый труд, который вы привели на этой доминой печи. И сегодня эта печь – это наша гордость. На митинге отдельные слова благодарности строителям, представителям подрядных организаций, которые трудятся на объекте наравне с Запорожсталевцами. Есть работа, вы демонстрируете высокую квалификацию в ее выполнении, а мы гордимся тем, что мы прирастаем новыми мощностями реконструированного, модернизированного оборудования. От имени всех подрядных организаций хочу поздравить комбинат с 81-й годовщиной, пожелать всего самого доброго, мирного неба, поблагодарить за работу, руководство комбината, за поддержку, за помощь во всех наших трудных моментах. С первой плавки доминого цеха началась история комбината «Запорожсталь». И сегодня доминщики обещают, как и прежде, быть первыми в производстве. Инвестиции комбината ставят перед работниками доминого цеха серьезные задачи. Но это серьезный вызов. Нет таких задач, с которыми бы доминный цех не справился. Я уверен, что и с этой задачей он справится и не подведет родной комбинат. В честь выхода реконструкции доминой печи на завершающий этап почетными грамотами и ценными подарками были отмечены участники реализации модернизационного проекта, работники «Запорожстали» и представители подрядных организаций. Лучших работников наградили и поздравили еще на одном митинге, проходившем на новом непрерывном травильном агрегате первого цеха холодной прокатки. Здесь также завершаются строительные работы, оборудование проходит испытания, осуществляется его наладка. Я вам честно скажу, мне очень приятно сегодня в преддверии нашего очередного дня рождения находиться в этом цехе, в совершенно ином цехе, не таком, как мы привыкли видеть наш комбинат. Я думаю, этот объект, он знаковый для нас не только потому, что это важнейший экологический проект, это новая культура производства, это новые условия труда, это самая современная технология, это то, каким мы видим наш комбинат в будущем. Бюджет проекта НТА-4 – 730 миллионов гривен. После пуска травильного агрегата в эксплуатацию прокат комбината станет более конкурентоспособным на внешнем и внутреннем рынках. Кроме этого, на 83% снизятся выбросы паров серной кислоты и полностью будут ликвидированы сбросы комбината в Днепр от цеха холодной прокатки. Ввод в эксплуатацию травильного агрегата станет своеобразным экзаменом для работников цеха, но не с ним справятся с честью, уверен начальник первого цеха холодной прокатки. Комбинат возлагает на нас огромные надежды и ожидает от нас высококачественной и эффективной работы. И я уверен, что мы вместе с вами оправдаем ожидания комбината. 81 год – не возраст для металлургического предприятия, говорят участники митингов. А значит, Запорожсталь и дальше будет развиваться и по-прежнему будет передовым предприятием черной металлургии Украины. Комбинат Запорожсталь имеет 81-летнюю историю. Несмотря на солидный возраст, предприятие всегда идет в ногу со временем. На комбинате внедряются системные проекты и ведется масштабная модернизация. Запорожсталь встречает свой день рождения с крупными пусковыми объектами. Завершаются пусконаладочные работы на доме на печи номер 4, на новом травельном агрегате номер 4, в цехе холодной прокатки номер 1. Ведется активное строительство новой газоочистки на гломашине номер 2. Все модернизационные проекты с учетом экологической составляющей. Сегодня во Дворце культуры металлургов состоялось праздничное мероприятие, приуроченное дню рождения градообразующего предприятия региона. В преддверии дня рождения нашего комбината я бы хотел поздравить всех запорожсталевцев, всех, чья судьба хоть как-то связана с нашим комбинатом, с днем рождения, с нашим большим праздником. Сегодня очень непростое время, но мы проходим и пройдем его достойно. Пройдем его с достойными производственными показателями, с достойной социальной политикой, и мы не остановим те стройки, которые мы начали. Мы будем выполнять все то, что мы наметили. Особое внимание на праздники ветеранам, заложившим славные традиции комбината Запорожсталь. Запорожсталь для меня – это моя семья. Я там рос, там создался, семью там создал практически, жилье, все. Я проехал сюда студентом 23 года, ушел в 60. Вся жизнь там. Для меня это вторая семья. Дома меньше времени проводил, чем на работе. Лучшим работникам предприятия были вручены почетные грамоты и ценные подарки. Комбинат для меня лично дал все. То есть работа. У меня появилась благодаря комбинату семья. В общем, благодарна за все. Хороший коллектив, все друг другу помогают. Все нормально. Передовые технологии, стабильность – это самое главное. Комбинат наращивает свои мощности. Сегодня запорожсталевцы принимали поздравления от руководителей Запорожского коксохимического и огнеупорного завода Запорожского железорудного комбината. Самое главное сегодня хочется сказать одно, что это действительно, как уже сегодня говорили, одно из предприятий, которое на фоне тех событий, которые происходят в экономике нашей страны, в политике, которые демонстрируют стабильный рост, демонстрируют открытие новых объектов, показывая тем самым, что, слава Богу, ничего не влияет на стабильную работу этого коллектива. Восхищает производственные показатели, восхищает инвест-программы, восхищает социальные проекты, восхищает уровень заработной платы. Вы знаете, это все заслуги всего трудового коллектива запорожского металлургического комбината «Запорожский сталь». Подарки, поздравления, фейерверк и праздничный торт. Свой творческий подарок работникам Запорожского сталь подготовили вокальные и танцевальные коллективы Дворца культуры металлургов. Комбинат «Запорожский сталь» – городообразующее предприятие, что желают горожане коллективу одного из крупнейших предприятий отечественной металлургии. В канун 81-летия комбината узнавали наши журналисты. Городообразующее предприятие региона «Металлургический комбинат Запорожский сталь» празднует свое 81-летие. Тысячи рабочих мест, увеличение темпов производства, наращивание промышленной мощности. Таким комбинат видят запорожцы. В преддверии праздника только самые теплые слова. От имени всех запорожцев желаем процветания, больших заказов и всего самого наилучшего. Хочу пожелать здоровья, долголетия, благополучия им и их семьям, чтобы зарплаты росли, чтобы было все, что они пожелали. Быстрейшей модернизации производства. Всех благ, процветания в Украине. Успехов в трубе. Процветания реформации. Работы и мира. Большая благодарность дирекции завода за то, что они умеют работать и умеют отдыхать. Успехов дальше. Поздравляют. Пускай работают так же. Нашим металлурам я хотел бы пожелать, чтобы металлургия развивалась, чтобы внедрялись новые технологии, чтобы зарплаты у них были такие же, как и у европейских металлургов. Я думаю, они заслуживают этого. Поздравляю с годовщиной. Желаю им здоровья, благополучия, мира, особенно мира. Чтобы у нас в Запорожье было тихо, мирно, спокойно. К 81-летию комбината «Запорожь сталь». ПЖК «Запорожье» торговая марка «Казацкая ферма» приглашает на праздник. В программе мероприятия «Поросячьи бега», конкурсы для взрослых и детей, вкусная лотерея. Праздник начнется в воскресенье, 16 ноября, в 12.00, возле магазина «Ведроджиня», по адресу проспект Ленина, 230. Слушая радиопередачу, смотря телевизор или общаясь по телефону, мы каждый день пользуемся результатами труда работников радио, телевидения и связи. В Украине 16 ноября представители этих отраслей отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня в Запорожской облгосадминистрации работники СМИ принимали поздравления. Важность именно сегодня вашей работы, вашего таланта, как вы реализуете свой творческий потенциал, свои мысли, как вы сегодня работаете, зависит очень много. А коллегам своим я хочу пожелать, конечно, прежде всего здоровья. Вы знаете, мы как-то забываем все время о себе в беготне, в будни, в работе. Мы всегда горим, понимаете. Мы, это профессия людей, которые ни дня без строчки, ни дня без съемок, у которых фактически не бывает выходных. Они даже вечером думают над тем, как подать материал, чем заниматься, что новое можно предложить зрителям в том числе. В ходе встречи были награждены работники запорожских радио и телекомпаний. За высокие творческие достижения, активную жизненную позицию, журналисты получили почетные грамоты и благодарности от Запорожской облгосадминистрации и Запорожской областной организации Национального союза журналистов Украины, в их числе и работники телекомпании «ТВ-5». Очень приятно, когда твой труд ценится. Могу сказать, что наш веселый, дружный коллектив профессионалов «ТВ-5» будет продолжать работать на высоком уровне и будем достигать новых высот. И хотелось бы поздравить, конечно, всех коллег, всех журналистов с профессиональным праздником, пожелать творческого вдохновения, любить свою работу и отдельно хотелось бы подчеркнуть, пожелать честности. Честности перед самим собой, честности перед нашими зрителями, потому что в нашей профессии это, наверное, самое главное. Хотелось бы отметить, что все то, чего мы достигаем, все наши успехи, достижения, в том числе и эти награды, это все коллективное творчество. Поэтому огромное спасибо и журналистам, и операторам, и звукорежиссерам, и монтажерам, и эфирщикам, и руководству нашим. Поздравляем всех с профессиональным праздником, желаем успехов и новых достижений. Сотрудники Запорожского военного госпиталя сегодня принимали подарки от юных запорожцев, воспитанников, дошкольного обучающего учреждения номер 3, 19-й школы Запорожья. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Из той стороны равнодушно, когда у кого-то беда. Привануться на вырыжку нужно в любую минуту всегда. Сегодня малыши и их родители торжественно передали помощь госпиталю. Холодильник, микроволновую печь и электрочайник. Средства собирали всем миром. На специальной ярмарке продавали поделки и сладости. Вот сделали сад с животными. Вот, к сожалению, мы не спекли, но огромную сделали поделку. Из соседних всех принадлежностей – пластилинка, штаны, листья. Ну, все, что с ребенком, все, что ребенку интересно, то и собирали. Сами лично все организовывали, как бы у себя в группе получается. И делали сок, продавали, получается, напитки. Ну, это то, что именно лично. Чувство, наверное, гордости за свое заведение, за свой детский сад. И, ну, в общем-то, наверное, что не даром живется в этой жизни. Родители отозвались на нашу помощь, на нашу идею и с удовольствием приняли участие. Дети подготовили номера художественной самодеятельности, делали поделки. Родители пекли всевозможные сладости и угощения. Все это было реализовано на ярмарке на нашей. И потом коллегиально родители, педколлектив приняли решение, все эти средства, отложить для покупки необходимых вещей для Запорожского военного госпиталя. Запорожский военный госпиталь расположился вот в этом здании 1935 года постройки. Он готов принять около сотни пациентов. Уже в ближайшие дни сюда прибудут первые больные для лечения на стационаре. Готовили госпиталь к их приему всем миром. Сотрудники учреждения говорят, здесь существует потребность в дорогостоящем медицинском оборудовании. Это прежде всего необходимый ренеомобиль. Потому что техникой практически не обеспечена. Машина, которая есть у нас, ей уже больше 15 лет. И для перевозки тяжело больных или раненых она не предназначена. Рентген-аппараты, которые находятся у нас, они уже практически в рабочем состоянии, но они свой срок выслужили. Ну, 80-х годов где-то. Рентген-аппараты. УЗИ-аппараты для более детального обследования. Мы не откажемся от помощи. Приходят даже студенты, помогают нам. Помогают физически. Которые не могут помочь материально, помогают физически. Ну, а детский сад, это вообще мы так тронуты их поступком. У нас приходили к нам спонсоры, очень богатые люди смотрели, фотографировали, разворачивались, на этом все дело заканчивалось. Пришли дети с родителями и оказали такую помощь. Ну, просто нет слов благодарности. Запорожских студентов награждали за достижения и заслуги. Их творческие инициативы, идеи и проекты поощряются на ежегодном конкурсе «Студент года». По традиции в нем принимает участие молодежь высших учебных заведений всего Запорожского региона. Победители конкурса определяли в девяти номинациях. Накануне Международного дня студента в облгосадминистрации им вручали почетные грамоты, а также поздравили с подвижающимся праздником. Сегодня мы очень гордимся своими нашими запорожскими студентами. Это люди, которые сегодня показали очень активную жизненную позицию, которые участвуют и в волонтерских движениях, которые сегодня являются истинными патриотами и Запорожского края, и Украины. Самая основная задача, считаю, и своей, и задача власти – это создать такие условия, чтобы они применяли свои знания и свои таланты на благо родной страны. Самые активные и целеустремленные студенты получили именные стипендии облгосадминистрации в размере тысячи гривен. Эти молодые люди научились совмещать активную гражданскую позицию с учебой на отлично. Я занимаюсь просоюзной работой. Это достаточно обширное понятие. Это организация разных мероприятий. Меня наградили как стипендиата Запорожского областного совета за отменную работу, за хорошую учебу. Представители местной власти пообещали в дальнейшем поддерживать студенческую молодежь и поощрять их за особые достижения. Донорская кровь для пострадавших в ДТП. В ежегодной добровольной акции сегодня поучаствовало несколько десятков сотрудников ГАИ Запорожья, а также Мелитополя и Бердянска. В областной станции переливание крови сегодня многолюдно. В ожидании своей очереди сдавать кровь около 30 инспекторов ГАИ. Она будет направлена людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Правоохранители, которые ежедневно следят за безопасностью на дорогах, знают не понаслышке, к каким последствиям может привести ДТП. «Работая с 2007 года, насмотрелся уже на большое количество дорожно-транспортных происшествий с тяжёлыми последствиями, в связи с чем мы каждый год стараемся коллективно сдавать кровь в помощь таким людям, которые нуждаются». Сдача крови для пострадавших в автомобильных авариях – это не одноразовая акция, говорят в автоинспекции. «Необходимость в ней возникает регулярно, поэтому для многих сотрудников ГАИ процедура сдачи крови уже хорошо знакома. Ею делится так много и активно, что у МВД уже даже существует свой банк крови». «На сегодняшний момент у нас на территории нашей области наблюдается нехорошая тенденция роста дорожно-транспортных происшествий. Особенно у нас подвержено это негативное явление областной центр города Запорожья. За прошлую неделю ряд резонансных дорожно-транспортных происшествий произошло с большим количеством пострадавших. И люди, которые получили там травмы, именно нуждались в переливании крови». Однако донорская кровь госавтоинспекторов предназначается не только для пострадавших в ДТП. Её также отправят для спасения жизни бойцов АТО. «Десять лет со дня своего основания сегодня празднует факультет журналистики Запорожского национального университета. Тысячи его выпускников трудятся в разных средствах массовой информации во многих городах Украины. На торжественной встрече в ЗНУ вспоминали годы становления, развитие учебного процесса и научной базы факультета». По словам преподавателей Запорожского национального университета, изначально на базе филологического факультета было открыто отделение, где готовили журналистов. А десять лет назад по инициативе ректора этого вуза Вячеслава Толока образован факультет. Сегодня здесь учатся около 700 студентов. Уже на этом самом молодом в университете факультете состоялась защита от десяти кандидатских и одной докторской диссертации. «Сьогодні за різними незалежними рейтингами, за різними критеріями Міністерства освіти і науки України, серед більш як 70 вищих, які ротують фахівців журналістики і різних інших спеціальностей і соціальних комунікацій, четвертий рік поспіль факультет журналістики Запорожского национального входить до п'ятірки найкращих факультетів в Україні. В течение дев'яти лет факультет получает зарубежные гранты. Студенты осваивают лучший мировой опыт и технологии. Конкурс абитуриентов на эту специальность – один из самых высоких в вузе. «Это мечта с пятого класса. Почему так произошло, я не подскажу. Просто какой-то внутренний голос сказал, что я должна. Ну, я не смогла сама себя побороть, поэтому сквозь тернии к звёздам прошла». Факультет расширил диапазон специальностей. Сегодня здесь готовят не только мастеров слова, но и издателей. «Люблю книжки. Очень интересен процесс издания и само издательство, как устроено. Это всё очень интересно. Всем советую». На торжественном собрании в честь десятилетия факультета много тёплых слов благодарности звучало в адрес преподавателей, которые отдают весь свой опыт и знания для освоения студентами сложной, но интересной профессии. «Мы хотим, чтобы наши дети, наши выпускники, наши студенты теперешние, чтобы они не только получали знания, но и получали вот это, понимаете, заряд, вот это вот дыхание, которым должен дышать журналист настоящий». Колледж экономики и информационных технологий «ЗИИД» приглашает учащихся девятых классов и их родителей на день открытых дверей «Твой шаг к успеху». В программе интеллектуальный квест и гранты на обучение, студенческие посиделки. Также в этот день вы узнаете всё о бюджетных местах в колледже. «ЗИИД» открывает двери 15 ноября с 10 часов утра по адресу улица Кияшка, 16 Б. В пригороде Бердянска найдено захоронение, как предполагается, времён Средневековья. При проведении земляных работ машинист-экскаватор заметил человеческие останки. Но, как выяснилось, к криминалу они отношения не имеют. Прибывшие на место археологи Бердянского педагогического университета сделали предварительное заключение – захоронению несколько сот лет. «Сейчас я не могу точно сказать, кто это. Половец, печенек, то есть предлазначение в какой-то культуре. Почему я говорю Средневековье? Потому что здесь присутствует металл и железо. Но оно очень сильно коррозированное. Мы даже не можем определить, что это за вещь положена. Буквально мы фиксируем развал этого изделия в земле, и оно, берём в руки, оно тут же рассыпается». Специалисты продолжают раскопки. Окончательные выводы будут сделаны после тщательного исследования захоронения. Археологи не исключают, что в распаханном круга не находятся несколько древних могил. Запорожские милиционеры задержали очередного наркоплантатора. Во время санкционированного обыска домовладения одного из жителей областного центра милиционеры обнаружили более 9 килограммов готовой к употреблению марихуаны. По ценам чёрного рынка такая партия зелья стоит около 150 тысяч гривен. Кроме того, милиционеры нашли плантацию, на которой тщательно культивировалась конопля. Сейчас досудебное расследование продолжает выяснять все аспекты противозаконной деятельности наркодельца, которого, согласно действующего законодательства, может ждать до 5 лет лишения свободы. Дворец культуры Днепр-Спецсталь приглашает запорожцев посетить выставку-ярмарку осенне-зимних товаров. На выставке представлен широкий ассортимент модной обуви, верхней одежды, стильных головных уборов, юбки, блузки, рубашки, деловые костюмы, сумки, бижутерия, трикотаж для взрослых и детей, а также постельное бельё, косметика и товары для дома. Выставка в ДК Днепр-Спецсталь продлится до 16 ноября включительно. Время работы ярмарки с 10 до 19 часов, а в воскресенье до 15. 14 ноября – Всемирный день диабета – хронического заболевания, объединяющего миллионы людей, столкнувшихся с этой проблемой. В Запорожье состоялась акция по бесплатному экспресс-анализу глюкозы крови, измерению артериального давления и информации по профилактике и диагностике диабета. Подробности в репортаже Галины Знаменской. В 1992 году Всемирная организация здравоохранения признала диабет неинфекционной эпидемией и провозгласила 14 ноября, день рождения первооткрывателя инсулина Фредерика Бантинга, Всемирным днём диабета. Сегодня в мире этим заболеванием страдают более 300 миллионов человек. На учёте в Запорожском областном эндокринологическом диспансере состоит 48 тысяч больных, 9 тысячам необходима инсулинотерапия. В этом году к местным добавились 200 инсулинозависимых переселенцев из зоны АТО. Все нуждающиеся в лекарственных препаратах, по словам главного эндокринолога области Виктории Черниковой, получают их без перебоев. С 1 марта 2015 года Кабмин планирует изменить систему стендерной закупки инсулинов на рембуксацию, возмещение стоимости лекарств аптекам, как это сделано с препаратами для больных гипертонией. «Программа как-то ставит определенные цели, задачи и какие-то цели для достижения. Плюс выделяется финансирование для проведения самоконтроля больными. И тоже выделяются деньги целенаправленные. Поэтому, конечно, положительно мы относимся к тому, чтобы программа была принята». Больные с сахарным диабетом пока настороженно относятся к нововведениям правительства. Говорят, что они против отечественных инсулинов, но только с гарантией их качества. «Эта система может быть и хороша, но она все равно вызывает у нас опасения, потому что больные гипертонией столкнулись с тем, что в список, которые можно закупать на рембуксированные цены, не вошли ни один оригинальный препарат. Мы боимся, что система будет изменена под закупку только отечественного инсулина». Сейчас на сайте Минздрава идет общественное обсуждение новой системы закупки инсулинов. Эту и другие проблемы, связанные с диагностикой и контролем диабета, обсудили участники сегодняшней акции. В Запорожье имеется достаточно лечебных учреждений по ранней диагностике сахарного диабета и его осложнений, проблемами зрения, нижних конечностей, почек и сердца. Медицинские исследования показывают, что постоянный контроль гликемии, артериального давления, состояние сосудистой системы уменьшают резк развития осложнений. Медики говорят, диабет – это не болезнь, а особый образ жизни. И значительно повысить его качество может каждый человек с повышенным уровнем сахара в крови. Главное – это занятие физкультурой, диета, отказ от вредных привычек и контроль за состоянием здоровья. Запорожские школьники и студенты постигают творчество Велимира Хлебникова. Сегодня в областной библиотеке имени Горького открылась выставка детских картин, а также экспозиция работ известного художника, посвященных стихотворениям этого футуриста. О чем рассказывают работы, знают наши корреспонденты. Все строки стихотворений в картинах. Четвертый год в Запорожье проходит международный фестиваль-конкурс, посвященный творчеству Велимира Хлебникова. Поэт известен в литературе как один из основателей авангарда. По сложившейся традиции фестиваль организовывают накануне его дня рождения. В этом году фестиваль-конкурс приурочен к 129-летию писателя. Идея принадлежит кафедре дизайна и кафедре английской филологии классического приватного университета в сотрудничестве с японским университетом Дзёти. Организаторы говорят, с каждым годом на конкурсе все больше участников. В этот раз свои работы предоставили 270 школьников и студентов из Украины, России и даже Японии. «Сам поэт Велимир Хлебников – автор очень сложный, поэт-философ. Его художественный мир космичен и многопланов, и не каждый способен постичь настолько глубоко и органично». В конкурсе мог поучаствовать каждый любитель творчества Хлебникова. В этом году самому младшему – 5 лет, самому старшему – 23. Работы оценивались в четырёх возрастных категориях и в двух номинациях – живопись и графика. Всего более 300 картин. Среди них на выставке – работа 13-летнего запорожца Валентина Прокопца. Он занял в фестивале-конкурсе третье место. По мотивам его картины организаторы даже решили снять пятиминутный мультфильм. «Я сделаю по мотивам стиха Хлебникова «Слоны бились бивнями». «Слоны бились бивнями, олени сражались, и реки переливались одну в другую. И, собственно, я решила это всё иллюстрировать». На открытии выставки в библиотеке Горького собрались не только авторы картин, но и просто ценители творчества Вилемира Хлебникова. Его поэзию они знают наизусть. «У него очень сложное творчество, но если задумываться, если вкладывать мысли в то, что читаешь, то много можно для себя почерпнуть». «У колодца, расколодца, так хотела бы вода, Чтоб в болотце с позолотцей отразились повода. Мчасть, как узкая змея, так хотела бы струя, Так хотела бы водиться, убегать и расходиться». Помимо детских рисунков, на выставке, посвященной Хлебникову, свои работы представил также известный художник Степан Батиев. Его картины по мотивам творчества поэта выполнены в жанре графики. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zipi.ua. Если вы обладаете интересной информацией или видеоматериалами, хотите рассказать о проблеме, с которой столкнулись, или высказать свое мнение, пишите. главред.эт tv5.zipi.ua. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...